Ну, Ва, ну, Ва, Вась, на, 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 пульчик, на, пульчик, на, на. Где целлофан от пульта? Вот что ты за человек такой? Мам, папа, ну я же вас просила нормально одеться, но он сейчас придёт знакомиться. А что такое? Что такое? У меня почти праздничная майка. А у мамы всё празднично. Она припрятана в шкафу для особой встречи. С кем это? С апостолом Петром. Папа, я тебя прошу, пожалуйста. Что? Переоденься. Ой, дочка, только из-за того, что я тебя люблю. Так, шо же его выбрать-то? О, смотри, какая красота. Папа, это что? Это, это самая праздничная майка. На Новый год один раздёванная. Хорошо, папа, ну хотя бы штаны поменяй. А шо не так со штанами? Ты шо, это сейчас самые модные. Молодёжь вся в таких ходит. Только они идиоты, по три тысячи за них платят. А я просто 20 лет не снимал. Папа. Ладно. Мамочка, пожалуйста, поговори с папой, чтобы он как-то уважительнее отнёсся к моему новому парню. Хорошо, я с ним поговорю через неделю. Мама, сейчас. Хорошо, господи, боже мой, прости меня. Опа. Вуаля. Вася, Вася. Да шо Вася? Вася, ну ты это, Вася. Да я уже 45 лет, как Вася. Вася, ну, ну, Вася. Так всё, короче. Шо всё? Всё. Хорошо. Хорошо. Хорошо всё. Хорошо всё. Хорошо всё. Всё хорошо. Хорошо. Ну, вот видишь, доченька, всё хорошо. Ну, и кто там у тебя? Опять безработный гомик? Папа, во-первых, он был фрилансер. А я шо сказал? А во-вторых, у него была нормальная ориентация. Была бы у него нормальная ориентация, он бы мне вернул 25 гривен, которые я дал, жевал. Вась, давай хоть человеком чайку попьём, а не так, как в прошлый раз. А шо в прошлый раз? Я просто сказал человеку всё, что о нём думаю. Да, она сказала, ты это в домофон? А я бы так хотела взглянуть на парня. Пожалуйста, проходи. Привет, мои фолловеры, мы продолжаем перескопиться. И у нас трансляция на несколько стран. Это мега круто. Кстати, это моя Мася, а? Кис. А сейчас мы будем знакомиться с родителями моей Маси. Это мама Маси, кис. А это папа Маси, кис. Папа, это был мой новый парень. Да? А я подумал, что это опять ОСББшники пришли уговаривать меня оплатить это отопление. Не смешно. С тобой всё хорошо? Да, всё в порядке. Я был ненадолго в оффлайне, но теперь всё хорошо. И мы сейчас посмотрим апартаменты Маси. Яна, хоть сюда. С кем это он базарит? Со своими фолловерами. Это типа тараканов в голове? Нет, папа, у него блоги. Ё-моё! Ты слышала, мать? Блоги у него! Чего ты его пустила? Теперь себе чухмариться будем. Блин, я уже начинаю чухмариться. Яночка, ты у меня такая красивая девочка. Ну неужели ты не могла найти себе парня без блога? Так, стоп. Стоп. Давайте начнём всё сначала, да? Пап, мама, знакомьтесь, это... Энди слэш зиппер. Зык-зык. Шо? Артём. Ах, Артём, очень приятно. Не очень. Ну, и чем занимается этот зиппер? Моя работа в ЖЖ. Ни хрена себе. Я думал, я в ЖЖ работаю. А ты ещё дальше? Это где? В Ирпине? Вася, ну может человек стесняется своей работы? Ничего я не стесняюсь. Хотите, я прям сейчас покажу свой ЖЖ? Ой, у него там так всё красиво. Ну покажи, не стесняйся. Не надо! Сегодня ты мне ЖЖ покажешь, а завтра... Не надо! О май гад! О май гад! У нас рекорд! Нас 50! 50! Меня смотрят одновременно 50 человек! А каналу всего два года! Ахахаха! 49! Блэк Стар ушёл! Куда? Ой, почему? Ахахаха! Ахахаха! А, у него же урок! Возвращайся на следующий перемене! Возвращайся! Все лайк им! Лайк Стар! Лайк им! Лайк! 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 Отсюда! Он ещё кого-то видит в этой комнате? Папа, он разговаривает со своими подписчиками! Через палку! Да! Понятно! Я пошёл вызывать дурку! Папа! Чего? Вась! Что? Вась, ну ты же обещал хоть чайку с ним попьём! Ну сядь! Ладно, чайку попьём! Артём, присаживайтесь! Расскажите нам немного о себе! С чего начать? Раньше я был год! Чем? Что кем? Чем ты был целый год? Папа, он был годом! А, это те, которые самоубийца хотят? Нет, то Эмо! А он что сказал? Гот! А это не одно и то же? Нет! Жаль, я бы сбыл твою мечту! Поймите, Эмо, Гот и хипстеры – это всё субкультуры! Мне и своей культуры хватает! Вот у вас такие штаны с матнёй! Вы случайно не хипстер? Я православный! Ваш, ну ты же обещал! Слыхала? Штаны модные, даже блохастый заценил! Артём, а какое у вас образование? Моушн-дизайнер! Ты шо в уши балуешься? Она тебя спрашивает, ты на кого учился? А, 3D-анимейшн и моушн-дизайн! Наркоман, что ли? Нет! Ну-ка, отвечай! Как ты собираешься на семью деньги зарабатывать? Шейповая анимация, растровый векторный клипарк, 3D-маппинг, в конце концов! Ну, чё ты к нему пристал? Ну, не хочет человек говорить, не надо! Что значит «не хочет»? Ты мне конкретно рассказывай, какие у тебя планы на мою дочь! О, ваша дочь такая красивая! Красивая! Это в меня! К тому же хорошо поёт! Это в меня! Поэтому я решил, буду её пиарить! Ты пердыц! Гляди-ка на него! Он решил! Да тут таких желающих, как ты! Целая очередь стоит попиарить! Конечно, девка в самом соку! А тебе муж нужен! Муж! Ой, Артём, а как вы познакомились с Яночкой? Это была «Крейзи романтик стори»! Ваша дочь сидела в парке на скамье, а я стоял напротив и стримил! Коромыслом! Прямо вот так в парке! Ну да! Стоял и стримил! Среди людей! Ё-моё! Это тебе так приспичило, или это у тебя хроническое заболевание? Нет, у меня тогда был такой парыз! Вот молодёжь! Ну, не стыда же не совести! Ё-моё! А что было дальше? Наши взгляды встретились, мы зафрендились и отлайкали друг друга! Что? Ты? Ты? Ты виновата, мать! У тебя дочь теперь отлайканная! Ну? И кто теперь тебя возьмёт такую? Отлайканную! Ты? Ой! Яна! Артём! Вы хоть предохранялись, дети! О май гад! Это не опасно! Ну хотите, я прямо сейчас вас лайкну? Я сейчас... Я тебе сейчас между глаз как лайкну? Ты у меня прямо здесь обстримишься! Секунду! У моих зрителей вопрос! Пользователь Дабл Трэшер спрашивает Папа-мать и такой брутальный! Кем он работает? Слесарён! Кто? Ладно, я лучше погуглю! Э! Ты что, прямо тут гуглить собрался? Ты что, вообще охренел, что ли? А в чём дело? Да! Подождите! Артём! Артём, господи! Идёмте, я вас отведу туда, где у нас принято это делать! А-а-а! Там лучше вай-фай! Там вообще хорошо! Вы знаете, я там два раза в день убираю! Бумажка очень мягенькая в шкафу! По коридору налево идите! Мне бумажка не нужна, это прошлый век! У меня есть айфон! Жалко айфон! Да плюнь ты! О, мой! Яна! А ну давай звони этому безработному гомику! Зачем? Хороший парень, он мне уже нравится! А я тебе говорила! Я всё! Быстро ты справился! Я всё понял! А слесарь – это мастер по ручной обработке металлов! Правильно? Это ты пока гуглил, понял? Ну да! Молодец! Только я слесарь-сантехник! Слыхал такое? Кто? Мне надо ещё раз погуглить! Да ё-моё! Артём! Может вам какую-то таблеточку дать, а? А то вы за пять минут уже два раза гуглили! Это нормально! Я могу по сто раз в час гуглить! Всё, мать! Иди доставай клеёнку, застилай здесь всё! Иначе он нам здесь всё загуглит! И твои новые занавески! Яна! Это всё ваши гамбургеры! А чё? А чё сидим? Такие весёлые! Умер кто? Если бы! Яна очередного хахаля привела! Опять? Безработный гомик! Хуже! Блогер! Кто? Какая разница, ты не поймёшь! Ты где был вообще? А где от вас ещё спрячешься? В туалете, конечно! Подожди, а этот тогда где гуглит? Яна, я всё! Ты где гуглил? На кухне! Что ты сидишь, мать? Иди, бери тряпку, вытирай! Он наверняка там ещё и всё застримил! Так! Успокойтесь! Дедушка! А? Знакомься, это мой новый парень! Энди слэш зиппер! Зык-зык-зык! Кто? Артём! На тебе, гадина! На, гад! Чёрт! Иди, бери трёх моих подписчиков увёл! У меня их целых сто было! Я верну! Я всех верну! Верну! Вернёшь, конечно! Только ты мне это на камеру скажешь! Шык! Здрасте! С вами Дед Пердет! На канале кто-пи-кто! Я говорил вам, что найду этого гэнди слэша зиппера! Вот он, гадина! Вот! Говори! Я верну! Я всех верну! Марса, Бурдюка и Козявочников! Всех! Возвращайтесь! И лайкайте меня! Я лучший в мире блогер! Дед Пердет! Мать! Так это что у нас, Дед, блогер? А я тебе говорила, а ты в дурку звони! В дурку звони! Ё-моё! Новые штаны обстримил! Ну что ж ты будем делать? Чё б я в Новый год буду встречать? Шо вы за люди! Так и рога по всему! Это очень! Дизель шоу! Из одного элитного детского садика повара выгнали за то, что в тирамису было с комочками. А теперь представьте, утренник на 8 марта в элитном ведомственном детском саду, куда ходят дети чиновников. Послушайте, уважаемая, у нас очень мало времени. Я благодарна, что вы все нашли время прийти. Послушайте, Виктория, как вас там, неважно. Вы видите, кто перед вами? Почему вы нас вызвали? Неужели они опять икру плохо едят? Или сорвали опять урок верховой езды? Что? Меня вообще можно было не вызывать. Мы и так в СБУ знаем, что у вас в садике происходит. Если вам наплевать на ваше время, то мне моё очень дорого. У меня в Нацбанке три встречи. А ещё курс придумать нужно. Вы хоть понимаете, чего может стоить министру не прийти на заседание Кабмина, когда решается такой денежный, в смысле важный, вопрос для страны? Вы хоть знаете, сколько стоит прийти судья Конституционного суда сюда? Так просто поболтать. Поймите, это действительно срочное дело. Да я сейчас на тебя дело открою. Ты учи. Просто скажите, по какой причине вы нас здесь собрали? Мне бы хотелось сделать мини-спектакль с родителями. Вы отдаёте себе отчёт, с кем вы разговариваете. Вы что, телевизор не смотрите? Да у меня там каждый день такие спектакли с такими бюджетами, что ни Мадонне, ни Леди Гаги вообще не снились. Девушка, если вы хотите, я вам возьму любой билет на любой спектакль в любой точке мира. Ноттердам де пари хотите? Девушка, если у вас такие амбиции, я через Минкульта устрою вас режиссёром этого самого Ноттердама. Мне стоит совершить два звонка, и через два часа этот Ноттердам будет выступать прямо здесь. Ну, если вы хотите реальное шоу, я распоряжусь, курс доллара будет 40. Вот тогда шоу начнётся. Поймите, вы все очень много работаете, и вашими детьми занимаются нянечки, водители, судьи обычных судов, помощники депутатов. И, понимаете, мне бы хотелось, чтобы вы хоть раз, хоть раз сделали что-то для своих детей. Вообще-то... Поймите, в следующий раз вы их увидите уже только пьяными на выпускном. Они будут заниматься сексом в вашем Майбахе, нюхать ваш кокаин. Порядок не принципиален. И вот мне бы хотелось, чтобы вы подурачились с ними, как дети. Виктория, как вас там? Давайте, наверное, в следующей жизни. Только через мой суд. Да если я сейчас не приеду, они сами курс поставят 50. Витя, высылай вертолёт уже, мне нет времени. Вадик, подгони прямо ко входу. Вот надо будет вот здесь камеру поставить. Ну и что, что Мерседес стоит? Убери этот Мерседес, чертовая мать. Оно стоять! Я что, зря сценарий писала? Я же не для себя. Я для ваших детей стараюсь. Я хочу, чтобы они любили родных, близких, себя, животных, в конце концов. Я не имею в виду катание на слонах. Ни вот это вот купание с бегемотами. Ни кормление крокодилов-обезьянками. Чтобы они любили наших, наших замечательных животных. Понимаете? Да, да, да. Значит так, ты будешь лошадью. Вы с ума сошли? Я министр. А значит будешь конём педальным. Вы, вышла сюда. Кошкой будешь. Я? Да, всё гадите, гадите. Я уже скоро гривну буду в лоток для кошек стелить. Ты, щенок, собакой будешь. Почему? А потому что всё ходишь и всё вынюхиваешь. Я просто хотел уточнить породу. А можно пока всех животных не разобрали, я подберу себе что-нибудь сама? Нет, корова! Может быть всё-таки... Приговор окончательный и обжалование не подлежит. А вы стрижёте бизнес как овец. Будете в их шкуре. Так не я. Насколько я уловил алгоритм раздачи ролей, мы, депутаты, дорвались до корыта. Молодец, свинья! Здравствуйте. Здравствуйте. Чего я могу помочь? Кому вы выбираете бельё? Себе или девушке? Вот это женские труселя, правильно? Знаешь, девушки. Знаете, все это говорят, а потом знаете так... Не знаю. Ничего нервничать. Хорошо. Для кого выбираем? Для жены. Давайте, значит, определимся. А вам эксклюзивное или на каждый день? Вот вы знаете, хотелось бы, чтобы эксклюзивное было и в то же время на каждый день. Ну, чтобы вот так раз купил и на год хватало. Мужчина, ну на женском белье экономить нельзя. Это что, заговор какой-то? Значит, на женском белье экономить нельзя, на косметике экономить нельзя. На чём тогда экономить? На резине? На зимней. Понимаете, мужчина, женщина воспринимает подаренное ей бельё как подарок мужчине. Она у меня все подарки так воспринимает. Прикиньте, ей платье на мой день рождения подарили. А, я поняла. Хорошо, скажите, вам интимные или на каждый день? Или вот обычные? А какая разница? Ну, интимные-то для особых случаев. Для каких это особых случаев? Ну, для интимных. Так, не морочите мне голову. Дайте мне обычные труселя, я уже сам решу, когда из них сделать интимные. А, вы там посмотрите, вот там вот внизу, там как раз у нас паскидочки, я сейчас подойду. Колян, слышишь, блин, такую кепку купил тебе и себе, одинаковая, блин, последняя оторвал, бомба вообще. Да сейчас увидишь, пять минут, потерпи, ё-моё, я сейчас заскочил тут, жене куплю подарок и сейчас к тебе. Слышь, Лифон, заверни мне. Короче, Колян, я тебе говорю. А скажите, вам какое бюстье, баланьеза, топиком, спортивные? Ты плохо слышишь? Лифчик, Лифон, заверни мне. Колян, я тебе говорю. Я вам модели перечисляю. Баланьеза, бюстгальтер, топиком, спортивный. Мне на грудь. Они все на грудь. Так, Колюня, братан, подожди, я минут через 20 тебе перезвоню, тут не все так просто. Скажите, какая моделька бюста вам нужна? Какая моделька? О, вот, как на этой, манекене. Отличный выбор, это классика. А давайте теперь определимся с чашечкой. Значит, чашечка мягенькая, упругенькая, с пушапом, с косточкой, без косточек, с лямочками, без лямочек. Сейчас, секундочку. Колян, слышишь, это, я, наверное, ко второму тайму подойду. Да, 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 давай, без меня, без меня. Так. Скажите, какая моделька бюста вам нужна? Слышь, мужик, она всех этим вопросом валит. Я тебе говорю, начни с трусов, там вообще два варианта только. Обычные, интимные, вот. С дернечками, видал? Слышь, мужик, давай я сам со своей бабой разберусь, ладно? Я помочь хотел, чё? Ну, в смысле, с этой бабой разберусь, какие моей бабе нужны телефоны. Скажите, пожалуйста, вам интимны или на каждый день? А если у меня интим каждый день? Ну, тогда ваша жена вас должна просто обожать. Ты что, дура, жена вообще не должна знать, что у меня каждый день интим. Маленькое уточнение. Бельё выбираем кому? Да, жене, жене. Хорошо, задай вопрос по-другому. А ваша жена будет под какую одежду надевать бельё? Блин, да откуда я знаю? Ну, по-любому что-то накинет, не будет она в одном лифоне рисащить. Вот у них всё сложно вообще. То ли дело у нас, у мужиков, да? Одни труселя на все случаи жизни. Вот, и в гараже, и интим, там все дела. Я в этих труселях даже иногда в бассейне купаюсь. Классная история. Так что? Скажите, пожалуйста, какой у вас размер? Нормальный у меня размер. Никто не жаловался ещё, а? У вашей жены какой размер? А, у жены? Так, у меня 45-й, у тёщи 43-й. 39-й. Размер бюста. А, блин. Тут, тут надо помощь друга. Алё, сынок, здорово. Слышишь, ты дома? О, отлично. Помнишь, мы вчера с тобой в лётчика выиграли? О, слушай, ты можешь посмотреть размер очков для шлема? Ага, да-да. Что, что, да. 75-й. Спасибо, сынок, спас папу. 75-й, короче. 75-й, это объём. И мне ещё нужна размер чашечки. Смотрите, если европейский производитель, значит, идёт размер А, Б, С. Это первый, второй, третий. А если американский производитель, то всё идёт в дюймах. Блин, папа, вы чё, вы вообще с ума посадили? Я ж лифчик выбираю, а не космический корабль. Да офигеть вообще, я в шоке. Мужик, есть зажигалка у тебя? Мужчина у нас не курят. Да шо ж такое, ещё и курить нельзя, ё-моё. Звери? Звери. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужны женские трусики, однотонные, желательно шортики. Вот, мужчина, учитесь, молодой человек знает, что ему нужно. Амазек. Я заботливый муж. Ещё хуже. Скажите, какой вам размерчик нужен? Размера. Х, 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 х. Мужик, ты заикаешься? В жизни да. Но сейчас, к сожалению, нет. Я поняла. То есть вам нужен размер х, 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 а в конце л? В конце, к сожалению, тоже икс. Я теперь понял, почему ему нужны однотонные труселя. Х, 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 х. Вы знаете, у нас таких размеров нет, но мы можем пошить такой размерчик. Да, да, мужик, иди вот в магазин Штор. Да, мне еще лифчик нужен. Тут, братан, с этим вообще все непросто. Лучше сразу беги. Мужчина, а можно вашу кепку? Это нельзя. На, вот эту я куму купил. Сейчас. Я прошу прощения, а можно вторую? Марине замарай. Вот. Такие, только на три размера больше. Хорошо. Мы тоже пошьем на заказ. Вы, главное, ткань купите на свой вкус. Хорошо. Спасибо. Так, короче, решил я. Лифон, отбой. Давай труселя. Хорошо, давайте определимся с модельками. Значит, вам танго, стринги, миди, мини, макси, спортивные. Ты же сказал, только обычные или для интима. Мужчина, понимаете, как бы не важно, что вы купите. Главное, чтобы вы выбрали женщине подарок на свой вкус. Ей будет и так приятно. Вот выберите, что хотите. Давай мне семейки. Какие семейки? Ты же сказал, на свой вкус. Мне нравятся семейки. Во-первых, вентиляция. Во-вторых, свободно, ничего не мешает. В любой момент можешь... Хорошо, мужчина, я поняла. Вы знаете, в вашем случае проще всего купить сертификат на подарок. Ты умная, да? Представь себе, я включаю музыку, выключаю свет, зажигаю свечи, открываю бутылку шампанского, дорогого французского, снимаю с нее одежду, а там сертификат. Короче, все, я решил. Беру вот этот обруч. Мамя. Обруч? Ты что, дурак, какой обруч? Это же блютуз-гарнитура. Она под айфон или под андроид? Мужчина. Это называется S-стринг. Сейчас покажу, как называется. Вот. Ё-моё! Ты что себе? Оно в маршрутке не слетает? А? Слушай, а когда чихаешь, не падает? Нет, мужчина, она прекрасно носится. А мужские такие есть? Нет, ты не подумай, я не для себя. У меня просто кум в политику пошел. Ему может пригодиться. А посмотрите, вот там ваша. А еще, девушка, девушка, меня вот интересует вопрос, вот сколько стоит вот это изделие? Там же есть сценичек. Нет, сценичек-то есть, но мне кажется, что тут какая-то ошибка. Ну, не может веревочки стоить дороже, чем дрель? Это трусики дизайнерские. Да хоть португальские. Слушай, есть у тебя рулетка? Зачем? Я сейчас пойду в хозяйственный и на 15 гривен куплю моток веревки. Я тебе таких 100 штук сделаю. Мужчина, господи. Нашел, нашел, нашел. Вот, шейте. Но только можно вот здесь буквочки вышить. Инициалы? Слушайте, вы такой романтик. Нет, это чтобы зад и перед не перепутать. Так, перед принес. Пойду за задом. Чуть-чуть. Так, девушка, короче, все-таки вот этот вот дайте мне для кума. А жене кепку подарю. А, да, конечно же. Ага. Вот, пожалуйста. Все, спасибо. Спасибо. Класс. Хорошего праздника. Спасибо. А мне давайте, наверное, сертификат. Пускай сама приходит с этим бельем разбирается. Хорошо. Какой у вас самый дешевый? 500 гривен. Сколько? Так, все, я в хозяйственный. Ну, я у бани. Ну вот. А говорят еще про нас, про женщин. Что мы идем в магазин за одним, а покупаем совершенно другое. С праздником нас, девочки. На Женевском автосалоне Таврия признана лучшей кофемашиной года. Если бы конструктор Таврии жил в Средневековье, он бы занимался тем же, что и сейчас. Конструировал бы орудия пыток. После отмены растаможки нашему автопрому придется конкурировать с дешевыми европейскими автомобилями. В связи с этим на завод Мерседес приехала украинская делегация. Вообще класс, да? Коридор. Две ступеньки подсвечиваются. Прикольно. Блин. Ценезаводцы. Яка стиле милитрям где, да? Ух ты, какие вы какие спины. Я прошу прощения, вы кто есть? Мы украинская делегация. Мир, дружба, холодец. Вы из украинского завода Автозад. Вообще-то это наша внутренняя назва. Ну вы с Мерседесом, а можно? Вы должны были приехать в 10.00. А зараз скільки? Скільки зараз? 16.30. Ну припоздали трохи. Мы хотели пивка выпить, німецкого, настоящего. 10.00 и вчера. Мы просто шукали, где тут пиво подешевше у вас. У нас же не европейские зарплаты, извините. А что есть европейские зарплаты? Да, это такой украинский прикол. Ну типа, нестесненная мрия. Ну типа, как когда-нибудь коммунизм. Я, извиняюсь, а где у вас тут можно куня привязать? Что привязать? Ну подзюрить. А? Пис-пис, як там, по-немецки. Пис-пис. В коритор и налево. А, дякую. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали? Ну, оно может трохи вечерно прозвучить, але по обмяну опитам. Ну, вы не думайте, мы не спустим руками. Проходьте. Так. Зараз будем у вас дивоватись своими розробками. Так, розробка номер один. Девесь. Це ручка прикручується на коробку передач со встроенной розочкой. Бомба. Держи. Так. Далі. Четкий. На церкало так вишаешь. И ты на Мерседесе самый четкий пацан с четками. Держи. Так. О, данке. Сама щас модна наклейка. О, тримай. Ненавиджу Украфтодор. А что есть Украфтодор? Ты шо, не знаешь? Це ж ваші генеральні партнери в Україні. Завдяки ним у нас вы на запчастинах більше заробляєте, ніж на машинах. А, это хорошая организация. Ага. О! О, цієї штуки у вас вообще нідде немає. О, дивися. Оце заглушка для ременя безпеки, шоб воно не пикало, падло. А, подождите, не проще было бы просто пристегнуть ремни. Ты шо, на Мерсі пристегується тіки лошара. А? Ну, подождите, це ж необхідно пристегиватися. Ми даже манекенів на тестах пристегуємо. Не, ну то манекен, йому пофіг. А людину конкретно задав би я це. У неї там, у неї там, с, 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 нову С-ку обстину шбак. Шо? С, 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 я понял, С-ка, С-ка, С-клас, да? Та штука на новакоштый, у неї обстину шмак. Шмак, шлак, шлак. Да, это обычный, обычный краш-тест. Да. Шо за? Вы что, не проводите на вашей автомобиле краш-тест? Аааа, не, по документам проводим. А так, чтобы в реале об стенку, конечно, нет. Не, ну максимум можем бампером упереться. Ну там, фару коцнуть, дворник поломать. Ну да, нам зачем, эту машину продавать треба будет. Что делать? Ничего, иди подвись конвейер. Ага. Слушайте, а вы у эту машину, коли той, розбиваете, вы ее куди деваете? Ааа, выкидываем. Ну понятно, по документам мы тоже выкидываем. А в реале? Выкидываем. Ну не хочешь говорить, не надо. Чорный рынок. Да? Выкидываем. Реально выкидываете? Да. Слушайте, а вы можете выкинути мне дві машины? Одну протестированную спереди, а другую протестированную сзади. Я це лего быстро соберу, а? А, к сожалению, это невозможно, а это невозможно такое. О, чёрт. О, слухай, у мене ж лично просьба. У мене ж тоже мерз. Вот, бензонасос полетел. Може у вас там организовать какую-то студенческую скидочку? И желательно не оригинал. Оригинал дорого. Ну, не только оригинал. Ну, чёрт, давай. Ак. Какой у вас мерзедес? Лупатый. Что, что есть лупатый? Ну, лупатый мерз. Ты шо? Ну, очкарик. Глазастик. А у нас нет такой модели. Вы шо? Як вас сюди работать взяли? Вы шо? Ты геть вообще в мерзах не шаришь? Я главный конструктор. Простите, но всё равно номер кузова и год выпуска. Там такая история была. Короче, я лепил одну из трёх. И получилось так, что вот там, где номер кузова, там получился сварочный шоу. И какого он теперь году, я не знаю. Ну, в таком случае я ничем не могу вам помочь. Ну, секрута контора называется. Там, там, там мужик. Ну, мужик и шо? На каблуках мужик. За шо? А, это наш главный конструктор, дизайнер Анна. А во что, носоводи не работают геи? Ну, я особисто не переверял. Но народ про нас ризны кажет. Той, ты пойди, найди мені бензонасос. А я прошу прощения, кто этот человек постоянно бегает? Це мій кум. И главный наш конструктор. Чуешь ты, а як той бензонасос выглядає? Про гуглі. А, поню. Про шо? І ти спитай там у когось. Поню. Так, ми начнем с брендингу. Брендинг. Так, брендинг. Вот ми по контракту ездим на автомобілях нашого производства. У нас така ж сама ситуація. Руководство нашого завода тоже ездить на ваших автомобілях. А все остальные работники на производстве вашего завода, да? Не, ну шо, ми звіри чи шо? За ними маршрутка заїжджає? Маршрутка? Маленький бусик. Ну бус. Вашого производства? Не, не, вашого. Вашого. Спринтер. Бо якщо це буде наш автомобіль, то люди до производства не доїдуть. Встане производство, понимаєте? Чо ти крутиш від мене? Чо ти за мною ходиш? Чо він за мною ходиш? Чо він хоче? А він хоче від вас, щоб ви в следущий раз сходили не в коридор, а в туалет. Він більше не буде. Я цвіток полив. Да шо, який цвіток. І ти найди мені бензонасоса. Я здавався тебе той бензонасос. Мужчина, мужчина. Що там у вас там? Якісь новинки там, може, секреты розкажете? Ну, да, ми розрабатываем сейчас, например, нову технологію, щоб автомобіль двигався абсолютно без водителя. Та. Як це? Спеціальний сканер считывает всю інформацію на порожніх знаках і на порогі. І автомобіль їде сам. У нас це не спрацює. Цей сканер задовбається шось шукати у нас. А шо ще? Що ми розрабатываем, внедряємо таку систему, датчик для алкоголя. Якщо він чує пари алкоголя, машина не заводиться. Ти шо, ваще бесполезно в Україні? У нас без пятидесяти грам машину вообще не заведеш. Ви знаєте, найголовніший наш принцип – це забота клиента. Ага. Якщо одна з машин нашої серії браковано, то ми відзуваємо всі машини обратно. Так. Якщо ми так будемо робити, ми не продамо ні одній машини. А що ви робите в таких ситуаціях? Морозимося. А що єсть морозимося? Ну, кажемо, що це не ми. І такі. Подивіться, як це не ви. У нас на каже деталі… Двігателі. А в двигателе стоїть подпись чоловіка, що він відповідний за цю деталь. А як у вас? Ти шо, у нас на заводі, наверное, тридцать підписів не треба буде собрать. А крайнего ти вообще найдеш. А ви знаєте, що у нас гаранція на машині три года ілі пробег сто тисяч? Та, от тут ми вас вдули, хвости в гриву. У нас, якщо машина вийхала за порог за воду, якщо вийхала, а якщо вийхала, то це все, це не наш геморрой. Це не наш геморрой. Та че ви принесли сюди манекен із краш-теста? Я просто хотів спитати, а скільки така штука коштує? А цей манекен стоїть 100 тисяч євро. Скільки? Ти шо, 100 тисяч євро? Я знову, а я сканюю. Не прикинь. А вот таке питаннячко, чисто інтересно, якщо замість манекена за рульом буде, ну, людина якась, наприклад. Ну, любая, любая. Та шо ти таке кажеш? Мені цікаво, скільки ви то людине заплатили? Ну, чисто теоретично, конечно, ми б заплатили більше, чем 100 тисяч євро. Так, а ну тихо, начальство буде розговаривать. А какая конкретна сумма? А, нет, нет, це незаконно. Не, понятно, понятно, незаконно. Ну, теоретично. Ну, чисто теоретично, конечно же, живой чоловік... Скільки денег? Скільки? Ну, я думаю, около миллиона євро. Миллиона євро. Ми б йому заплатили, но вряд ли найдется здравомыслящий чоловік, который согласиться в'їхать в стену на скорості 100 км в час. Я готов. Я готов за половину. Шта? Я готов за 300. За 200. За 100. За 50. За десятку. За штукар ляпнусь. Шта? Шта ты так жоско деппингуєш? А шта таке? Я тобі зараз сам ляпну. Та шта так думаєш? І ти, і ти мені бензонасоса. А шта, і бензонасоса. Вибачте, той вина, той. Так шо вы там? Про рекламу. Раскажіть мені. Ну це вот, мы як рекламуємо? Ну там, флайера в метро. Ну там, шо ще? Ну по радио рекламу раздавали. Може законы краще всего подкручивать? А? Під себе. Наша главная реклама – це качество наших автомобилей. Тоді треба буде ще підкручувати і підкручувати ці законы. М-да. Ай шо, бензонасос? Ну шо ж, як кажуть, дякуємо за гостинність. Але нам треба їхати. У нас зараз автобус до Франції. Нам ще треба заїхати по обмєнну опитом на Пеогіот і Ренаульт. Шо там обмінювати з ними. Ну я вам все-таки дам такий маленький совет. Ви вместо того, щоб тратити стільки грошей на вашу рекламу, взяли би, занесли котлетку до вашого Бундестагу. Вони б вам підкрутили закончики під вас. І ви б могли випускати буквально какашки на колесах. Ми так робимо. Ось так. Все, бувайте гімці! Чао! Бувайте! Простите, но эти странні люди украли насос від вашого велосипеда. Слава Богу, эти странні люди ніколи не украдуть наші технології. Ах, так хорошо! Слава Богу! Слава Богу!